Если, допустим, что-то я хочу спросить, но я боюсь контакта, это привычка, как бы, ну, страх, что над моей волей кто-то может давлечь, да, и до сих пор я чувствую такое, что у меня начинают отбрасывать вот в какое-то прошлое с некоторыми людьми, что я как будто бы что-то им должна, да, но, тем не менее, в воле я это всё переворачиваю под себя и либо дистанцируюсь вообще, да, либо избегаю контакта. И, в общем, если я это напряжение не успеваю сбросить, ну, не успеваю, как бы, ну, я не знаю, в общем, как с ней справляться, у меня начинается почёсывание, выщипывание кожи, сдирание, вот это всё, да, очень неприятно. Ну, это психосоматика, это естественный процесс. Да. Когда ты структурируешься в своей голове, в мыслепотоке, даже вот смотри, сейчас ты с одного на другое, вот это, 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 как будто бы всё не связано, да, очень много суеты ума. Да, очень, да, очень много мыслей. Да, и нужно тебя заземлять через телесные практики, выходить в тело, составить вот такое экологичное расписание по пяти первоэлементам, где ты начнёшь делать практики. И на эти практики структурировать мыслительный поток, выписывать 10 основных целей, их прорабатывать, то есть вот на день только вот 10 этих целей, я о них подумаю, и начинаешь делать практики по пяти первоэлементов. И мы сейчас можем разобрать, что конкретно тебе важно делать. Но я могу сделать этот расчёт, исходя из тех ресурсов и тех потенциалов, которыми ты обладаешь. Соответственно, мне очень важно сейчас твоё расписание разобрать и его немножечко скорректировать. И я тебе дам твоё расписание, с которым ты сейчас начнёшь жить. А дальше в идеале мы с тобой должны эти 10 целей каждую неделю прописывать. И я тебя буду по ним направлять, говорить, что делать и разбирать ошибки, делать анализ. Потому что сейчас я вижу, что у тебя очень много талантов, много энергии, ты очень ресурсная, невероятно талантливая, я ещё раз повторю, но у тебя всё хаотично, много суеты. И от этого тело нересурсно, а когда тело недостаточно ресурсно, ты не можешь привлечь ресурсного мужчину, который своим божественным линговом захочет... У меня очень церковь уходит на... Да. Да. Твоя задача привлечь на свою божественную, прокачанную, раскрытую йоне, божественный, изумительный лингом, который своей структурой, системным подходом захочет... Я тебе сейчас не слышу последнюю минуту, а почему-то... Последнюю минуту почему-то тебя не слышала. Хорошо, я могу повторить. Сейчас слышу. Итак, твоя задача структурировать себя на базе всех чакр, усилить свою божественную йоне, стать более чувственной, более оргазмичной, более центрированной, более целостной. Вот когда у тебя система внутри тебя сложится, кто-то, что-то у тебя поднимется самооценка, на самооценку придет подача себя, мужчина придет другой на твою самооценку. И когда ты будешь уметь накапливать энергию в своей божественной йоне, к тебе придет именно тот лингом, который будет соответствовать и по стату, и по финансовому доходу твоей замечательной йоне. И тогда будет интересный брак. Такие, знаешь, браки союза называются близнецовое пламя. Когда структурированная женщина с высокой самооценкой, прокачанная, чувственная, раскрытая, вот этой вот своей энергией божественной наделяет мужчину, начинает ему служить. И он тогда духовно растет, понимаешь? Представляешь, какие у тебя, какого качества желания? Ты вся системна. Ты знаешь, как управлять телом, ты знаешь, как его через тантру наполнять. И у него тогда и бизнес растет. Я могу сказать, на собственном опыте. Да, соответственно, начни себя со своего расписания, со своих идей, со своих проектов, со своих чакр. Реализуй свои чакры, упакуй себя как мастера, упакуй себя как жрицу, как уникальную женщину. И ты увидишь, и на этот бизнес, создай себе бизнес-план, какого мужчину ты хочешь. Сделай материализацию партнеру, он придет через минуту. У меня в каждой стране есть свой возлюбленный. Я обожаю любить мужчин, потому что, ты знаешь, я их хочу любить не от состояния нужды. Дайте мне, подарите что-то. Мне хочется любить мужчину, потому что мне важно реализовываться как женщина и заботиться о мужчине. Мне приятно проявлять материнскую энергию. Жрицы, любовницы, друга, музы. Семь видов любви. Я жизненно, для меня это жизненно необходимо, делиться любовью. И на это всегда приходят мужчины. А когда у тебя нет сексуальных блоков, у тебя вообще канал открыт, и ты всегда привлечешь того, кто тебя оценит по заслугам. И ты его научишь любить тебя так, как ты того заслуживаешь, как ты об этом мечтаешь. И это бизнес-проект. Но прежде чем продать этот бизнес-проект, у тебя должен быть бизнес-план. Кто я? Ну это да. И начинается с расписания. Да? Окей. Да, я просто хотела сказать, что у меня, ты говоришь, что у тебя очень сильная энергия заботы, а у меня она не такая сильная. Я больше как индивидуалист. Я тоже индивидуалист. Мне нужен партнер, который как бы, знаешь, у меня получается, что, допустим, муж у меня был, он больше, я была как он для меня, как отец. То есть я больше принимаю, обо мне мужчину заботиться. Смотри, мужчина о тебе заботится, потому что ему нравится проявление твоей энергии. А что такое проявление? Я просто как девочка была. Смотри, если ты будешь просто как девочка, это, скажем так, значит, через какое-то время мужчина начнет тебе относиться как учитель, а потом как тиран. То есть он, если ты все время как девочка и не берешь ответственность, то он начнет давить на тебя в какой-то определенной... Но мне это было не специально. Я не могла как бы проявляться по-другому. Да, а на самом деле самое ресурсное отношение на равных. Да. Вы можете играть и учитель, ученик, но все равно вы должны быть на равных. Это намного ресурснее. Да. Поэтому выходи, сама вырастай. Ты когда говорила про отношения, у меня солнышко начало сквозь точек проглядывать сегодня. Потому что тебе в этом нужно развиваться. Хорошо, давай сейчас немножечко заземлимся и перейдем на формирование твоего ежедневного расписания, в которое мы включим 5 практик и пропишем 10 основных целей. И это будет результат нашей коуч-сессии. И следующую коуч-сессию мы начнем с этого. Я проверю твое расписание и мы пропишем новые цели. И ты мне отчитаешься, что ты сделала по тем целям, которые мы прописали. Да, потому что у нас уже половина времени прошло и нам нужно с тобой уплотниться. Мы познакомились, мы проникли серым сердцем, раскрылись. Я немножечко считала твое поле. Все, заземляемся. Пошли в расписание. Рассказывай мне, что ты делаешь прямо поминутно и в динамике. И мы будем корректировать. Боже. В смысле? Подъем, рассказывай. Я просыпаюсь, я как бы просыпаюсь. Я не встаю сразу, потому что мне нужно настроиться. Потому что у меня первое, что приходит, это в основном, ну, воспоминания, допустим, о прошлом дне. Ну, как воспоминания. Потому что у меня постоянно ребенок, ну, мне мешает ребенок. Потому что она постоянно прорывается в мое пространство. И у меня как бы постоянное напряжение, что вот она не вовремя ко мне может зайти. И мне сложно с ней договариваться. Ну, по крайней мере, последний день. Дочка твоя? Что? Дочка твоя? Да. Еще раз расскажу. То есть у тебя такое состояние, что как будто бы она может вторгнуться в твое пространство. Да, и она постоянно это делает. И для меня это не только физическое, это для меня и звуки. То есть каждое, все, что вот я, допустим, я не могу до конца никогда расслабиться, потому что у меня тело болезненно реагирует на вот такие внезапные звуки. Это может быть с улицы, но особенно ее голос, ее какое-то обращение ко мне. Потому что для меня это просто так повелось, привычка, что мне нужно было сразу резко реагировать на ее просьбы. И я это делала через силу. Я очень была уставшая в ее младшем возрасте. Я на себе это все как бы... Ну, в общем, слишком много ответственности у меня было. Я на себя все дела. Вот, и для меня как бы было... Давай сделаем мою расстановку. Ты можешь делать их сама. Вот мне очень хорошо помогают эфирные масла. Я, допустим, говорю, вот мой страх, вот то, что меня беспокоит. Допустим, эфирное масло Citrus Blues. Я их выбираю по аромату, вот который мне масло нравится. Я говорю, вот, я хочу, чтобы вот это масло было вот этим страхом, которое меня... Которое меня подавляет. Вот как ты назвала именно это чувство? Состояние тревоги, раздражения или... Как ты его назвала? Вот что тебя именно беспокоит? Это опасения. Опасения. Да, вот этот аромат будет твоим опасением. И вот именно то, чего ты опасаешься. А вот этот аромат будет тобой. Тобой, где ты соединенная, сбалансированная по всем чакрам. И тебе хорошо, ты простроен. И вот выставляй два этих аромамасла. И посмотри на то аромамасло, где твое опасение. А что в нем стоит? Что конкретно? Вот твое опасение, а вот оно ты. Как ты смотришь на это опасение? Что именно тебя беспокоит? Ведь когда дочь заходит в твою комнату, ну ты открывайся сердцем, раскрывайся Йони. Скажи, ой, моя любимая, если ты зашла... Я не хочу, чтобы ко мне никто не приближался. Ты не хочешь, чтобы к тебе приближались. А почему? Ведь мы, по сути своей, человек, он всегда в отношениях. И отношения даруют ему счастье. Что конкретно в тебе не принимает вот эту ситуацию? Ты не хочешь... А что там дурного, когда твоя дочь делится с тобой любовью, она с тобой взаимодействует. Она же тебе для чего-то делает, чтобы сделать тебя целостной. Она к тебе идет как магнит, потому что в тебе каких-то вибраций не хватает. И ты знаешь, как жертва привлекает... Как жертва привлекает своего палача. Точно так же твоя ситуация. В тебе какая-то вибрация, в тебе какое-то раздражение, что она на эту вибрацию приходит. Ее тянет к тебе как магнита, потому что в тебе что-то негармонично. Я не могу давать любовь. Я не заботливый человек. Я вообще очень не жалею, что пошла на этот шаг, а завела ребенка. Смотри, это значит, ты себя не любишь. Ты себя не любишь. У меня как бы все мои опыты семейные, они были очень... Ну, семейные в плане того, как я жила в семье, они были все очень... Я была всегда одна. Одна, одна, одна. То есть мне было легче одной, потому что вокруг меня было много всякого деструктива. И я спасалась тем, что уединялась. И сейчас для меня любой звук, любая какая-то яркая эмоция, это всегда какой-то страх, что все, у меня начинается опять... И что я не могу уйти из этого. Я хочу освободиться, чтобы... Линя, я хочу, чтобы ты сделала себе домашнее задание. Записала вот такое домашнее задание. Это будет медитация. Я ее назову медитация на принятие. На принятие. Медитация на принятие... Ну, назовем ее так. И на благодарность. Медитация на принятие и на благодарность. Я ее называю медитацией семь чакр. Я ее делаю с аромомаслами. Добавляю эфирные масла в диффузор. Те, которые мне нравятся. Можно взять по семи чакрам. Смотри, что ты делаешь во время вот этой медитации на семь чакр. Вот это утром, вот эта ситуация, когда вдруг заходит дочка и тебя раздражает какие-то звуки. Ты прямо начинаешь наблюдать за своим телом и слышать какой-то шорох. Либо доченька заходит. И вот все, что она делает, ты говоришь. Я благодарю тебя, мир, за ту возможность, что ты даешь мне наслаждаться. Сейчас буквально... Ты представляешь, как интересно происходит? О боже, как только мы начали эту медитацию, у нас выбило зум. Это, кстати, не случайность. Продолжение следует...